Про разработки, если говорить, то мы занимаемся, вот вообще наши кафедры, наше отделение занимается различными химическими производствами, в том числе химическими реакциями, химической технологией и биотехнологией. То есть это разработка технологий для производства биотоплива, каталис, биологически активные вещества. Я конкретно занимаюсь разработкой технологии производства биотоплива и переработки биомассы в топливо. Если говорить о науке в целом, то это очень интересная отрасль, это очень значимая отрасль, потому что и экологические проблемы, и, естественно, ограниченность запасов нефтяного топлива, газа, делает как раз-таки переработку биомассы. Он очень перспективный, потому что биомасса – это очень большой источник энергии. А может быть, расскажешь что-нибудь из последних разработок, что у нас было? Из последних разработок, соответственно, это переработка растительных масел и жиров в сверхкритических условиях с использованием растворителей при высокой температуре и высоком давлении для производства как раз-таки дизельного диапазона топлива. А это сейчас актуально? Да, на данном моменте это актуально, потому что, во-первых, все, наверное, замечали, что дизельное топливо растет в цене, а, соответственно, переработка растительных масел, я не говорю о подсолнечном, которое мы используем, допустим, в повседневной жизни для приготовления еды, Это может быть и отработанные фритюрные жиры, это может быть неликвидное масло, это может быть рапсовое, касторовое, пальмовое, любой источник триглицеридов и жирных кислот, да, соответственно, дает нам возможность за достаточно короткое время с использованием катализаторов и особых условий получить хороший диапазон дизельного топлива, То есть, это углеводороды линейные и разветвленные с числом атомов углерода от 12 до 18. Как важна поддержка ученых? Поддержка и финансовая, и моральная, она, безусловно, важна, потому что без этой поддержки, ну, фактически нет науки, и, в частности, поддержка нужна и на государственном уровне, и, конечно же, на региональном уровне для развития науки, как в регионе, да, и в дальнейшем производства, так и науки в целом в России и выхода на передовые технологии в сравнении с мировыми. А сколько лет вообще Вы занимались разработкой данной технологии? В принципе, я этой темой и близкими темами занимаюсь с момента аспирантуры, это с 2009 года, вот с момента поступления, и на данный момент, ну, опять же, различные модификации, различные условия, ну, вот, до сих пор занимаюсь. А перспективы, чем дальше планируете продвигать? Вы знаете, на научном уровне, да, это различные темы абсолютно, потому что сейчас, ну, скажем так, развиваем, пытаемся создать технологию совместной переработки, да, и нефти, и биомассы, и в дальнейшем, если, конечно, будет финансирование, если получится, может быть, при, опять же, и региональной поддержке, и при федеральной поддержке, возможно, будет создать и производство биотоплива именно по нашим технологиям. А вообще коммерческая заинтересованность Вашими проектами, она есть? На данный момент, да, но, опять же, нужно понимать, что в России эта отрасль, она не настолько развита, да, как, например, та же самая нефтяная отрасль, поэтому очень и очень сложно сказать, что вот, там, сегодня-завтра, да, мы будем производить это топливо, но на самом деле запросы от производства, конечно же, есть, и, ну, какие-то вот работы совместные стараемся проводить. Продолжение следует...